Что непременно сбудется, чему суждено осуществиться. Всех приветствую на своем канале, меня зовут Ирина. Сегодня расклад на судьбу. Итак, посмотрим на пороге чего вы сейчас стоите. У вас сейчас непростой период в жизни или какая-то непростая задача стоит перед вами. Скорее всего, ответственность за результат, за итог лежит на ваших плечах. Перед вами стоит действительно какая-то крупная или проблема, или вопрос, или ситуация. Я бы так сказала, по этой карте вы хотите реализовать какой-то проект, но пока не совсем, возможно, понимаете, с чего начать. Как сделать так, чтобы итог полностью удовлетворил ваши ожидания. Период у вас в жизни сейчас непростой. Больше вопросов, чем ответов. Кто-то пока еще никак не может решиться на кардинальные перемены. Но в целом девятка треф говорит о том, что высшие силы ставят вас перед лицом перемен. Вот хотите или нет, но жизнь ваша будет меняться. Кто-то поменяет работу, вынужден будет это сделать. Не потому что хотелось, а потому что обстоятельства вынуждают. А когда получается так, что обстоятельства вынуждают, значит, это судьба. Вы должны произвести переход какой-то в своей судьбе. Возможно, по этой карте перед кем-то стоит дилемма, как муки выбора. Муки выбора. Какая-то проблема вас беспокоит. Вы ищете ответы на свои многочисленные вопросы. Но пока не находите. Пока не находите. Просто время не пришло. Вы найдете ответы на свои вопросы. Карты показывают вас королевой бубен. Буби, если только вы женщина. Если мужчина, вы найдете ответы на свои вопросы через женщину, как это часто и бывает. Потому что мужчина растет личностно через женщину. Если женщина смотрит, здесь однозначно вас подводят к ситуации, где будет реализован какой-то ваш ресурс. Дама Бубей — это же человек, которому просто необходима самореализация в жизни. Вы, скорее всего, из той категории людей, которые самостоятельно могут контролировать собственную жизнь и всё, что происходит в ней. Дама Бубей — она же удерживает ситуацию всегда под своим контролем. Она умеет управлять обстоятельствами. Она всегда знает, как лучше. И вы знаете, жизнь не раз доказывала то, что вы были правы. То есть люди неоднократно были вынуждены признать вашу правоту. Сейчас я могу так сказать, что в жизни у вас есть какой-то проект или задумка. В принципе, она может уже находиться в процессе. Но у кого-то проиграется так, что это пока на уровне мыслей, желаний. Но очень какая-то, знаете, большая работа перед вами стоит, как бы цель какая-то, что-то осуществить. Но вы понимаете, что это огромный труд, что это довольно-таки сложный путь и длительный путь, требующий контроля, вашего контроля. Вот по этим двум картам уже можно сказать, что однозначно вы стоите на пороге перемен. Но эта перемена не будет какой-то неожиданной. Это будет результат вашего труда. Вы продумайте все до мелочей. И, скорее всего, если пока еще не приступили к реализации этого проекта, то очень скоро приступите. Дама Треф. Также карта, которая характеризует вас как личность самостоятельную, имеющую свое собственное мнение, независимое в каких-то вопросах. Вы часто исходите из собственного представления об окружающем мире. Вы человек, которого трудно сбить с толку. Хотя вокруг вас могут находиться люди, желающие навязать вам свои желания, свои мысли, свои привычки, свою модель жизни. Вы как будто это все отбрасываете, потому что четко всегда видите перед собой цель. Вы знаете, чего хотите. Вот в вашей жизни, наверное, очень редки моменты. По пальцам можно пересчитать ситуации, когда вы ощущали растерянность. Но такой человек, как вы, очень быстро внутренне может собраться, мобилизоваться. Если вам нужно себя дисциплинировать в чем-то, вы просто берете себя в руки и идете дальше. Вы очень деятельный человек. Долго не можете сидеть на месте. Вам постоянно нужно что-то улучшать. Делать свое пространство еще более уютным, еще более комфортным. Если вам нужны деньги, вы всегда найдете способ заработать. Вам мужчина, по сути, не нужен. Все, что вы хотите иметь, у вас уже есть. И будет еще больше. Потому что идет расширение границ ваших. Рост. На пороге каких событий еще вы стоите? Хорошая карта. Туз червей. Говорит часто о личной жизни. Давайте посмотрим, что у вас на личном фронте. Был либо есть мужчина. Червоный король. И здесь есть, конечно, третье лицо. Королева, вернее, дама пик. Женщина, обладающая разрушительной энергетикой, негативная энергия. Но мужчины ее слушают. Видите, они повернуты друг к другу лицом. То, что она к нему повернута, это понятно. Она хочет им манипулировать. Она хочет обладать им. Но то, что он смотрит, в общем-то, тоже к ней повернута. Смотрит, может, не на нее, но его тело полностью повернуто в ее сторону. Это значит, что он идет, как бы у нее на поводу. Разрушительная какая-то ситуация здесь для вас. Скорее всего, вмешательство некой женщины было, которое повлекло за собой либо проблемы во взаимоотношениях, либо же полное их разрушение. Вы прошли непростой период. То есть видите, как в личной жизни вам везет, конечно, не так, как в сфере самореализации, в финансах. Здесь есть проблемы. Здесь есть энергетические пробоины, потому что была потеря человека. Почему так произошло? Вы ведь человек достаточно прозорливый. У вас есть вот это умение предугадать, предсказать людское поведение. Почему этого мужчину вы не прочувствовали, не уберегли от соблазна? Он такой, он же король червей. Его без присмотра оставлять было нельзя. А так случилось, что вы оставили его без присмотра. Он оказался один почему-то. Или какая-то ситуация между вами произошла. Вроде бы не конфликт. Какая-то мелкая ссора может быть. Или просто какие-то слова, сказанные вами, могли мужчине, этому червоному королю, показаться разрушительными. Он мог подумать, что вы хотите закончить отношения. Он червонный, он постоянно сомневается. Это как кубковые короли водные. Они очень в себе не уверены. И когда рядом с ними такая деятельная женщина, такая уверенная в себе, им непросто. Очень непросто. Здесь, конечно, вам нужно было бы максимально корректно излагать свои мысли в разговорах с этим мужчиной. Потому что часто бывает уязвлено его самолюбие. Именно потому, что он человек по жизни, возможно, закомплексованный. Он не умеет быть свободным. Вы умеете быть свободной личностью. Вы знаете, что это такое. Вы цените эту свободу. Вы человек, который не поддается общественному мнению. Вами очень трудно манипулировать. Но мужчина вам попался вот такой мягкотелый, немножко слабохарактерный. Я не могу сказать, что он прям совсем ни рыба, ни мясо нет. Но всё-таки он падок на соблазны. Возможно, ранее он не встречал таких женщин, как вы. И поэтому он не понимал, как с вами общаться, как строить с вами отношения. Его постоянно не покидало ощущение того, что он намного ниже вас. Что вы идёте всё дальше и дальше. И убегаете всё дальше и дальше. То есть между вами какая-то пропасть, большая разница, преграда. Вот у него такие мысли были. Хотя я вижу, что вы по этому пути, вот именно в отношениях с ним, шли уверенно. Вы сказали себе, если судьба мне дала этого мужчину, значит, он будет со мной. Вы использовали этот шанс. И вы знаете, вы могли, конечно, бы этого мужчину поднять на более высокий уровень. То есть через вас он мог бы личностно вырасти. Но дело в том, что с ним рядом женщина другая. И она, конечно, она его удерживает. Она его удерживает. Там, конечно, нет никаких чувств. Там семёрка бубен. Это документы, это какие-то сделки. Это разговоры о деньгах, об имуществе. Может быть, какой-то бизнес у них там общий. Вопросы исключительно денежного характера обсуждаются там между ними. Ей хотелось бы, чтобы он шёл по тому пути, который она предлагает. У вас могли быть несерьёзные отношения. То есть те, которые так и не перешли в ранг семейных. Карта интима выходит. Четвёрка мечей или пик. Здесь как срыв. Срыв. Но это не срыв ваших планов. Для вас отношения с этим человеком были таким приятным периодом. Вам комфортно было с ним, легко. Вы наслаждались тем временем, которое давала вам судьба. Сказать, что вы рассчитывали на что-то более серьёзное. Ну, наверное, да. В мыслях, конечно. Вам хотелось бы. Валетпик. Вы понимали, что этому мужчине ещё многому нужно учиться. Может быть, он был помладше вас по возрасту. Может быть, просто человек такой. Но вы, конечно, его очень быстро просканировали. И поняли все его недостатки, слабые места. Но очень уж он вам нравился. Вы решили, если судьба мне посылает его, значит, так должно быть. Как мужчина видел вас? Ну, у вас помимо отношений, близких, были ещё какие-то дела совместные. Может быть, вы на работе познакомились. Здесь идёт общение деловое. Или, может быть... Да, здесь знакомство на почве каких-то совместных дел. Которое потом переросло в дорожку такую, любовную, шестёрку червей. То есть этот мужчина по этим картам не думал никогда о том, что вы можете быть другой. В личных взаимоотношениях, вот когда вы сблизились уже, он вас открыл с другой стороны. Потому что вот именно в ситуации какой-то, где у вас там были какие-то деловые ситуации или какие-то вопросы вы решали, там вы производили впечатление довольно холодной особы. Вот он вас так видел. Но когда вы раскрылись именно в отношениях, в близких, он понял, осознал, что вы можете быть женственной, что вам не чужды эти качества, да, что вам не чужды слабости женские. Он посмотрел на вас совершенно с другой стороны и, в общем, был удивлён. Что на пороге-то? Давайте посмотрим, что на пороге. А на пороге любовь. Любовь. Девяточка червей. Двойка треф может говорить о знакомстве. Давайте ещё одну карту. Начало чего-то. Тройка треф говорит о том, что вы расширяете свои возможности, вы лично снарастёте сейчас, несмотря на вот эту неудачу в личной жизни. Для кого-то эта неудача стала мощным стимулом для движения вперёд, для саморазвития. Вы стали что-то изучать, овладевать новыми знаниями, навыками, каким-то новым ремеслом. Как бы вплотную заняли с собой, своей самореализацией. Творчеством кто-то занимается здесь и может творчеством зарабатывать. Ну то есть, что произошло? Произошло заполнение той пустоты, которая образовалась. Вы, конечно, пережили этот период. Период расставания тяжеловато, потому что всё-таки чувства у вас были к этому мужчине. Чувства были. Кстати говоря, по этой карте он мог повести себя как ребёнок. После того, что он сделал, то ли выбор какой-то сделал, то ли обстоятельства так повернул. Вы поняли, что не ошибались в нём. То есть, интуиция ваша вас не обманула. Но вы такое впечатление, как будто хотели переступить через это интуитивное мышление своё. Включали больше разум. Пытались себя убедить в том, что он изменится рядом с вами. А получилось так, что нет, не изменился человек. Он каким был зависимым и падким на соблазны, в общем, так он себя и проявил по итогу. Он был нестабильный достаточно человек. То есть, вот как мужчина для женщины вас сильной, целеустремлённой. Это, конечно, не самый лучший вариант. Я так скажу, не самый лучший вариант. И поэтому здесь, видите, что здесь идёт знакомство у вас. Но к этому моменту вы как будто бы уже другая личность. Тройка треф показывает человека, который личностно вырос. И вы уже не та, кем были когда-то. Вы по блажке какие-то мужчине этому делали. Уступали. Я не знаю, как-то пытались ему угодить, может быть. Или пытались стать на его уровень. Он ниже вас однозначно. Но чтобы вам было комфортно вдвоём, вы пытались как-то вот снизойти до его уровня. Ну и в общем, это были отношения не на равных. Когда один человек приносит в жертву свои энергетические ресурсы ради другого, это, к сожалению, или к счастью, неизбежный крах, что и произошло. Но карты показывают будущее. Давайте будем смотреть. Новый человек. Да, знакомство, видите, идёт. Двойка червей. Новый человек входит в вашу жизнь. Кто этот человек? Кто? Человек, который, возможно, управленец, возможно, имеет своё дело, либо же уже достиг каких-то результатов, каких-то вершин. То есть он финансово обеспечен, он умеет зарабатывать деньги, он крепко стоит на ногах. Но вам такой и нужен. Вы же королева Буби и Дама Трев плюс ваша характеристика. Вы же очень деятельная женщина. И вам нужен, конечно, мужчина такой стабильный, прежде всего, в плане финансов. Человек каких-то нравственных правил. Валет Бубей, ну видите, он в таком одеянии довольно серьёзном. Вообще такой серьёзный молодой человек, да, как видно. Вот с этими картами, конечно, могу сказать, что однозначно человек серьёзный. И сто процентов какие-то у него есть нравственные свои установки по жизни. Интеллигент. Интеллигент. Вот чувствуется в нём интеллигентность. Знаете, есть такие люди, которые вроде бы просты на вид, а когда начинаешь общаться с ними, они очень эрудированы. Они очень хорошо образованы, воспитаны. Это мужчина, у которого будут прекрасные манеры. Деньги для таких людей не на первом месте. Для него на первом месте будут нравственные какие-то нормы. Ему важно в жизни не переступить черту. То есть вот это и есть надёжность. Вам суждено познать, что такое быть в отношениях с надёжным мужчиной. Это судьба. Это судьба. Ну окей, а для чего вам тогда прежний опыт с этим слабохарактером? А чтобы вы понимали, какими люди бывают манипуляторами. Он пытался вами манипулировать. Я бы так сказала, даже ощущая вашу холодность ещё на первых ступенях вашего знакомства, когда только-только отношения ваши начали развиваться, он ощущал ваше превосходство. Люди, которые чётко чувствуют превосходство других, очень часто применяют приёмы манипулирования. Ну для того, чтобы самоутвердиться. Мужчина такой вот хитрец, манипулятор. Я не могу сказать, что вы ему не нравились. Чувства он к вам, возможно, испытывал, да, вполне. И он даже считал вас своей судьбой. В какой-то период времени он прям, знаете, так стал себя ловить на мысли о том, что да, вот мне такая женщина нужна. То есть он вас в какой-то степени даже воспитывал и, возможно, считал, что перевоспитал. Он хотел, чтобы вы ушли от какой-то привычной своей жизни. Вот у вас до него была своя жизнь, свои убеждения, свой круг интересов, круг друзей. Он очень хотел, чтобы вы от этого всего ушли, отвернулись и видели только его. Такой эгоист, да. Но вы остались как бы вот при своём мнении. Вы не принесли в жертву тот ваш мир, в котором вам было уютно, комфортно. И вот это, возможно, этого мужчину и задело. Вот то, что вы не принесли ради него в жертву свой какой-то привычный мир. Для вас это просто опыт, что и такие мужчины бывают. Это полезный урок. Отношения с новым человеком. По какой модели будут строиться? Семёрка-пик. Давайте посмотрим. Ага, вот он выходит. Король-треф. Видите, какой серьёзный мужчина. Действительно интеллигент. Действительно уже познавший эту жизнь. Семёрка-пик может говорить о том, что у вас объединять будет какая-то потеря. Вы испытали неудачный опыт в отношениях, в построении личного счастья. И у него, скорее всего, такая же ситуация. То есть он либо разведён, либо был в отношениях, но там произошёл разрыв, там не сложилось что-то. Это тоже для него когда-то было потерей серьёзной, ударом даже в какой-то степени. То есть видите, как судьба тоже очень мудро подходит к личному счастью двух людей. Она объединяет те энергии, которые прошли непростой путь и которые трансформировались для новой жизни. Ваши отношения нужны этому миру будут. Однозначно. Видите, четвёрка-треф, стабильность. Объединение ваших энергий принесёт и в вашу жизнь стабильность, и в его жизнь. То есть в ваше пространство придёт тот человек, который вам по судьбе. Да, после печального опыта, если сейчас в жизни у вас произошёл этот печальный опыт, вам просто нужно энергетически восстановиться, отдохнуть. Просто знайте для себя, что ваша судьба ещё впереди. Это судьба, не иначе. Здесь видите, как чётко показали, что будет новый человек. Безусловно, новые отношения по этой карте четвёрка-треф могут открыть для вас новые возможности и для мужчины. То есть это отношения не столько по страсти и пылкой любви, сколько по такому, как я часто говорю, такому здоровому расчёту, грамотному расчёту. Но не только. Всё-таки здесь судьба вас подталкивает друг к другу. Когда голый, холодный расчёт, там люди знакомятся для этого специально. Здесь нет, здесь мы посмотрим, как произойдёт знакомство, в каких обстоятельствах ещё. Но я вижу, что здесь именно идёт судьбоносное что-то. Вы должны были встретиться для того, чтобы объединить свои энергии. Знакомство, как произойдёт? Знакомство, как произойдёт? Вот так. Давайте будем смотреть. Одни бубновые карты. Какие-то вопросы вы будете решать делового либо финансового характера? Судебные вопросы, юридического характера? Какие-то свои текущие финансовые дела. Может быть, деловые какие-то будут насущные вопросы, касающиеся вашей стабильности, вашей финансовой стабильности. Казённый дом падает. Видите, казённый дом. Это случайная встреча. Двойка, пик. Для вас обоих это, конечно, случайная встреча, но здесь показывает, что Вселенная это как закономерность. Для высших сил это закономерность. Это должно было произойти. Разрешение вопросов каких-то у вас идёт совместное в казённом доме каком-то. Вот там будет встреча. Но ещё треугольник падает. Треугольник. Что тут по треугольнику? А что, мужчина из прошлого хочет вернуться? Мужчина из прошлого может попытаться разрушить ваше новое пространство, ваше отношение. Может быть, вмешательство. Видите, туз пик идёт, туз бубен, желание обладать вами как ценностью. Но где-то на другом пути осознает, поймёт, что вы, по сути, бриллиант, от которого он в своё время ошибочно отказался. Здесь идёт как бы осознание, да, видите, выход из туманности, выход из луны. Но это не сейчас произойдёт. Шестёрка пик — это карта дальних дорог, то есть таких достаточно длинных временных промежутков. Он осознает и поймёт, что потерял, кого потерял. Но это может пройти даже несколько лет. и он может нанести удар. Видите, какой? Кубковый вроде бы водный, такой мягкотелый, но если он что-то задумает, вот изменить по своему усмотрению, он же манипулятор по своей природе, ему всё нужно подгребать под себя, да, он эгоист. Он привык получать всё, что хочет. И он может вмешаться. По тузу мбик может проиграться ревность, то есть им управляет ревность, агрессия. Потому что вы-то должны этому мужчине, вы должны где-то там ждать, пока он разрешит свои вопросы с другой женщиной. Вот в его понимании так должно быть. По итогу с чем вы остаётесь? По итогу. Подарок судьбы, да? Вот отношения с новым человеком как подарок судьбы. То есть вы воспользуетесь этим шансом и, конечно, сделаете выбор в сторону вот этих стабильных отношений, в которых не будет страстей каких-то бразильских там, да? Всё спокойно, всё как-то размеренно, очень интеллигентно, сдержанно. Но это вас устроит. У вас уже были в жизни страсти, вы знаете, что это такое, да? Что это ни к чему не приводит, как правило. Вы будете увлечены семьёй, семейным кругом. Ну вот карта Джокер, манипуляции. Что здесь такое? Постоянно как бы идёт желание вмешаться в ваше пространство. Кому-то вы не даёте покоя, и так и не дадите покоя. Вам не бывший там может деньги предлагать, деньги, какие-то богатства, пытаться купить вас, что-то такое. Что-то здесь вот такое идёт мешать, разговоры. Давай поговорим. Давай что-то воскресим. Посмотри, у меня есть деньги, ресурсы. Компромиссы какие-то. Давай пойдём друг другу навстречу, поймём, простим и так далее. Но что-то не хочет вас оставлять в покое этот человек. Ну, итоговая карта. Давайте посмотрим. Итоговая карта. Вы выбираете семейное тихое счастье, которое вам по судьбе, с человеком, что, кстати говоря, по карте Король, пик может занимать какую-то достаточно высокую, какую-то уважаемую должность. Или имеет авторитет в каких-то кругах своих тесных. За спиной этого мужчины вам будет спокойно, легко, уютно. Если мужчина смотрит расклад, то здесь у вас идёт карьерный рост и обретение своей судьбы в лице другой женщины. у вас дорога, дорога с другим человеком. А вот такой расклад. Надеюсь, что информация была для вас полезной. Всех благодарю за просмотр. Надеюсь, что мы с вами встретимся в следующих видео. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова